Ещё раз всем добрый вечер, добро пожаловать на трансляцию в Инстаграм. Это школа эмоционального интеллекта, и мы сегодня говорим с вами о неврозах. Сегодняшняя такая лекция, открытая, будет посвящена такой важной, практической теме. Именно практической, потому что я не хочу тратить своё и ваше время на разглагольствование из истории а может ли быть, а может ли быть, а вот какая симптоматика, что делать. Что делать, это работать с психологом-психотерапевтом, профилирующимся на невротических расстройствах, прежде всего. Потому что если психолог-психотерапевт не профилируется на невротических расстройствах, то с большой долей вероятностью вряд ли он будет для вас эффективным. И уж тем более невротическими расстройствами не занимаются бизнес-тренера, коучи по успеху, которые берут на себя определённую ответственность, работая с тревожными пациентами. Например, к бизнес-тренеру или какому-то, условно говоря, специалисту по успешному успеху приходит молодой человек или девушка с тревогой, с беспокойством, и с ним начинает проводиться стандартная такая коучинг-сессия. Это не всегда есть хорошо, потому что эти люди, как правило, не знают симптоматику, не знают клинику, не знают дифференциальную диагностику. Я вот сегодня давал интервью одному издательству, потом, когда выйдет интервью, я с вами обязательно им поделюсь. И мы вот там очень подробно говорили о том, что такое дифференциальная диагностика в психиатрии, о том, что такое дифференциальная диагностика в целом. Мы поговорили сегодня про коронофобию. Если хотите, потом расскажу. Вот, поэтому рекомендация всем, кто хочет сегодня на эфире задать вопрос из серии «Что мне делать?» – это заниматься, подать с этим вопросом со специалистом. Но я сегодня здесь для того, чтобы записать для вас и для того, чтобы с вами обсудить тему неврозов. Что же такое неврозы? Все многие люди, которые сталкиваются с этим, скажем так, слышали это, думают, что они знают, что такое неврозы. Но хотелось бы все-таки, чтобы вы были гораздо более подготовленными. Давайте я у вас задам вопрос, что же такое невроз в целом? Что же это такое за зверь, которым вы все страдаете? Есть ли у вас какие-то предположения? Вот все обзываются, там невротик, невротик, друг на друга. А что же такое неврозы? Невротические расстройства с весной никак не связаны. Тут я вас разочарую. С весной и осенью связаны более серьезные психиатрические заболевания, которые имеют четкую тенденцию обостряться весной и осенью. Невротические расстройства, к сожалению, такой тенденции не имеют. Потому что невротические расстройства – это эмоциональная обреакция текущих событий. И уж никак весна и лето эти события не регламентируют. Так что здесь вы ошибаетесь. Нестабильное эмоциональное состояние. Я тоже с вами здесь не соглашусь. Потому что нестабильных эмоциональных состояний есть великое множество. Но это еще не говорит о каком-то расстройстве. Внутренние конфликты тоже бывают у многих людей. Мы все периодически попадаем в ситуации противоречивых тенденций. И от самого внутреннего конфликта тоже не заболевают неврозом. Есть очень важный момент. Есть очень важный момент, который определяет развитие невротического расстройства. У всех у нас разные отношения к ситуации. Выйдите на улицу, вы увидите всех людей с должествованием, с убеждениями, с очень серьезными убеждениями. Говорить о том, что невротические расстройства – это сугубо жесткие убеждения, категорически неверно. Потому что великое количество людей с огромным количеством жестких убеждений, но от этого неврозами они не болеют. Так что же такое неврозы тогда? Долго нерешаемый конфликт. Но уже теплее. Теплее не полностью, но теплее, конечно. Итак, давайте с вами для того, чтобы разобраться в теме неврозов, начнем понимать и изучать вообще эту тему. Давайте послушайте меня, пожалуйста, внимательно. Значит, у нас есть несколько таких очень важных моментов. Первый момент называется невротическая личность. Второй момент называется невротическая реакция. Второй момент называется невротическое развитие. Простите, после невротической реакции идет основная невротическая, скажем так, основа, то есть сам по себе невроз, и потом невротическое развитие. Вот, итак, невротическая личность, невротическая реакция, невротическое расстройство, невротическое развитие. Вот, чтобы понять, что такое неврозы, надо понять клинику и надо понять механику. Давайте вот меня послушаем. Невротическая личность – это человек, который имеет определенные собственные уязвимости с точки зрения сверхценных болезненных точек, сформированные в его детстве, сформированные в его определенный юношеский период, которые для него слишком сверхценны и слишком эмоционально значимы. Это первое. Но не все. Второе. Невротическая личность всегда преувеличивает значимость событий. То есть, отличается невротическая личность от нардической личности тем, что невротическая личность всегда придает тем или иным событиям слишком гипертрофированное значение. Вот этот момент, он очень важный. Вот именно вот это гипертрофированное значение к событиям и приводит к следующему моменту. Затем, помимо уязвимости и помимо самой невротической личности, обязательно нужна следующая формула компонента в формуле – это определенные события, которые должны попасть как ключ к замку к невротической личности. То есть, невротическая личность имеет свои уязвимости, имеет свои детские определенные аспекты, сейчас я об этом поговорю, и имеет такую невротическую структуру преувеличения значимости, слишком эмоциональной реакции, перебарщивания выходящего за условные рамки и нормы. И затем он встречает ситуацию или череду ситуаций, внимание, которая попадает в аккурат в его больные точки. И он начинает, внимание, преувеличивать реакцию, то есть, невротическая реакция – это всегда преувеличение реакции, все это понимают. То есть, это не просто реакция на события, она слишком преувеличена. И еще один важный компонент в этой формуле – помимо преувеличения реакции, помимо слишком эмоциональной реакции из-за того, что это попало в больные места, пишем – это всегда затянуто во времени. То есть, от какой-то разовой эмоциональной невротической реакции, от какой-то разовой вот такой истории расстройствами не болеют. Расстройство начинается только тогда, когда вот эта компонента, она очень сильно, как сказать, начинает как формула сочетаться. То есть, смотрите, чтобы заболеть невротическим расстройством, сколько факторов должно совпасть. У вас должны быть детские уязвимости определенные. Затем у вас должны быть определенные обстоятельства, к которым вы отнесете слишком эмоционально и значимо. Затем вы должны все это затянуть во времени. Понимаете? Вот если совпадут ваши уязвимости, ваше преувеличение эмоциональности, и все это связанное с определенными конкретными событиями, попадающими в конкретные уязвимые точки, и все это еще полируется временем и затягиванием, вот тогда формируется невротическое расстройство. То же самое касается многих прочих заболеваний в классической терапии. То есть, есть определенные заболевания, например, та же самая несчастная пневмония. То есть, пневмония, она как таковая самостоятельная, бывает очень редко. А в основном пневмония это последствия определенного патогена, который развивается в организме, то есть, начинается ОРВИ или грипп, и потом все это, в общем, происходит в виде осложнений, но не всегда. Вот невротические расстройства, это если хотите, своего рода осложнения невротических реакций. Плюс их ставим, кто это понимает. То есть, от того, что вы просто расстались с парнем, от того, что вы просто понервничали, от того, что вы просто где-то слишком эмоциональны, неврозами не болеют. Чтобы заболеть неврозом, нужно длительное время, достаточно долго себя контрапупить, какими-то слишком сильными преувеличенными реакциями, какими-то слишком сильно преувеличенными значимостями, какими-то слишком эмоциональными, не обязательно острыми, а депрессивными, тревожными, сомнительными, социофобическими, избегательными, какими-то нормативными нотами. И все это должно затягиваться во времени, и тогда это приведет к осложнению в виде невротического расстройства. Поэтому, когда у вас возникают первые симптомы панических атак, когда у вас возникают первые симптомы вегетососудистой активности, знайте, что это уже осложнение. Вот я надеюсь, так теперь многим будет понятнее. То есть, это уже осложнение достаточно длительного какого-то процесса, который у вас шел, но вы забивали. Но опять же вернемся к пневмонии. Пневмония – это осложнение некачественной терапии. Или, например, вы все слышали с детства – простуду на ногах перенесешь, заболеешь воспалением легких. Слышали, да, такую фразу, что не надо переносить грипп на ногах, будет осложнение. Помните? Вот ваше невротическое расстройство, ваше ВСД, панические атаки, вся вот эта симптоматика – вегетативная, фабическая, эпохондрическая, обсессивно-компульсивная – это осложнение перенесения эмоциональных реакций на ногах, если хотите. Понятно всем? Вот это очень важно понимать. Вот что такое невротическое расстройство. То есть, это… Чтобы заболеть невротическим расстройством, надо постараться, на самом деле, потому что тут должны совпасть очень много факторов. Но мы же также видим, что не все болеют воспалением легких, да, чтобы заболеть воспалением легких, нужны факторы все-таки. Но вот опять же, параллельно к коронавирусной инфекции нового типа. Но если бы коронавирусная инфекция нового типа поражала бы легкие, то не могло бы 70% переносить бессимптомно. Ну что это за наебка такая, да? Ну как это? Коронавирусная инфекция поражает легкие в труху, но при этом 70% переносит бессимптомно. Но даже идиот в этом смысле начнет сомневаться. Что это за легкие в труху, при этом 70% переносит бессимптомно. Это как, простите? Может быть, давайте говорить правду, да, о том, что есть классические осложнения, да, в ОРВИ, ОРЗ, гриппе, которые могут привести, если есть определенные сопутствующие заболевания, к пневмонии. У человека с сопутствующими заболеваниями любой грипп и любое ОРЗ в определенном проценте вероятности может привести к пневмонии. Оно может быть вяло текущее, оно может быть острое, оно вообще может быть бессимптомное. У меня есть ряд пневмоний, которые, в принципе, диагностируются только на каком-то там МРТ, и, в принципе, человек кроме вялости и такой остынии ничего не чувствует, никакой температуры, никакой отдышки, никакой проблемы нет, он даже не знает, что у него есть пневмония. Вот, поэтому бывает всякое. Давайте вернемся к неврозам. Ребятки, по неврозам все понятно. Давайте тогда поговорим немножко про дифференциальную диагностику коронофобии. Хотите, плюсик в чат поставьте, кому это интересно. Кто хочет понять, насколько он болен коронофобией, насколько он болен с точки зрения неврозологии. Значит, я объяснил в этом видео, что такое невроза, надеюсь, всем стало ясно. То есть, чтобы заболеть неврозом, нужно, еще раз подчеркну, определенное детство, определенные уязвимости и потребности. Во-вторых, должны произойти ситуации, которые попадают в аккурат в вашу эмоциональную реакцию. В-третьих, невротическая личность всегда преувеличивает эти реакции, и в-четвертых, она их затягивает, никаким образом не подвергая терапии. Вот тогда вы получите рецепт к невротическому расстройству. Имейте определенные проблемы из детства, имейте определенные эмоциональные реакции, имейте определенную череду или хроническую череду ситуаций, эмоционируйте, затягивайте, и вы получите расстройство невротического характера. Точно так же имейте грипп, имейте ОРЗ, бегайте с температурой 39 по стадиону, ходите без шапки, и вы получите воспаление легких. То есть, примерно та же самая картина, всем понятно? Теперь давайте поговорим с тем о том, о чем мы сегодня говорили с журналистом одного издательства. Значит, сегодня огромное количество людей находится в тревоге, и они боятся заразиться коронавирусной инфекцией. И вот меня сегодня спросила Мария, если я не ошибаюсь, девушку звали, что с этим делать, и вообще все заболели коронофобией, да? Значит, давайте с вами поймем одну простую вещь. Значит, первое, что я хочу сказать, это то, что такое дифференциальная диагностика, да, в медицине. Значит, смотрите, запоминайте, загибайте пальцы. Есть ли у вас тревожность по поводу коронавирусной инфекции? Есть. Есть ли у вас беспокойство, чтобы не заболели вы или ваши дети или ваши близкие? Есть. Соблюдаете ли вы правила личной гигиены, рекомендованные нашим министерством? Одеваете маски? Да. Моете чаще руки? Да. Дистанцируетесь от людей? Да. Не посещаете людные места? Да. Вот все это, с точки зрения психиатрии, является клиникой и симптоматикой. Ну, например, человек испытывает тревогу, человек имеет избегающее поведение, человек имеет конкретную логическую структуру, почему этого надо избегать. То есть, с точки зрения клиники, как бы фобия невротическая. Но на самом деле не так. Потому что ваше избегание, ваша тревога, ваша социальная дистанцированность, она абсолютно обусловлена эпидемиологической реальной ситуацией. Все это поняли? То есть, это не просто кардиофобия, когда вам 25 докторов сказали, что у вас сердцем все хорошо, а вы говорите, нет, все-таки у меня инфаркт. Все поняли разницу? То есть, ваша тревога, ваша настороженность, ваше напряжение, ваша социальная дистанция, ваше мытье рук, ваши повязки, ваши странные взгляды на прохожих, кто из вас идиот, кто в маске, а кто нет, это абсолютно не невротическая конфигурация с точки зрения клиники. Это исключительно вопрос социально обусловленных рекомендаций и тревожного, повышенного тревожного фона ввиду определенных средств массовой информации. Как только вам в средствах массовой информации скажут, что все, эпидемия прошла, возвращаемся на работу, даже этот коронавирус будет летать вокруг, вы устраните это избегающее поведение, вы устраните эту фобию. Всем это понятно? Что 80% населения не имеет патологии. Да, они имеют тревогу, да, они имеют избегающее поведение, да, они имеют социальное дистанцирование, да, они имеют определенную изолируемую форму поведения, но она обусловлена реальной ситуацией. А неврозы – это неадекватная реакция на нереальные ситуации. Все это понимают? То есть, вот это тоже очень важно. Вы сейчас испытываете адекватную реакцию, которую вам порекомендовали и рассказали, в адеквате. То есть, вы не сидите такие, а вдруг у нас прилетит, значит, коронавирус, и всех нас заразит, и вы вот моете руки, и вы вот, значит, стираете, и вы вот убираете кровать, весь мир живет нормально, а вы, значит, вот моетесь, 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 никак не намоетесь. Поэтому 80% перестанетесь считать, что у вас какая-то проблема, у вас абсолютно все хорошо. Но есть 20% людей, которые называются тревожно-фобическими пациентами, или тревожно-мнительными пациентами, или пациентами с действующими, сопутствующими заболеваниями, такие как невротические расстройства, и особенно обсессивно-компульсивные расстройства. То есть, пишем, почва. У 20% людей есть клиническая почва, которая без коронавируса их постоянно обостряла. То есть, это, а вдруг инфаркт, а вдруг инсульт, а вдруг онкология, а вдруг я задохнусь, а вдруг у меня будет, это самое, клаустрофобия, кислорода не хватит, а вдруг я заболею какой-то болезнью, надо помыть руки, надо 33 раза плюнуть куда-нибудь, а то все заболеют и умрут. А если я оставлю родителей, значит, они умрут, я буду плохой, я должна им помочь. Вот почва. У 20% населения есть почва, которая называется хронические невротические расстройства. Или, как правильно говорить в клинике, это генерализованное тревожное расстройство в структурах там чего-либо. Соответственно, вот когда коронавирусная эпидемия, да, и такая, я бы сказал, пандемия страха, и пандемия социомедиа накатывает на такую 20% прослойку населения, то, конечно, они обостряются. Конечно, им тяжелее, потому что у них появляются дополнительные сопутствующие поводы для беспокойства, у них появляются сопутствующие поводы попереживать, попаниковать, поумирать, помыть руки с каким-нибудь скипидаром, сжечь себе нахер кожу на руках, перемыть 380 раз квартиру, задрочить всех своих родственников чистотой и гигиеной, пуститься в экстенциальные проблемы смысла, одиночества и так далее. В общем, действительно, это правда. Поэтому давайте с вами подытожим. 80% из вас имеют абсолютно адекватную тревогу с уразмерной ситуацией, эпидемиологической ситуацией и при подношении СМИ. 20% из вас имеют бэкграунд тревожного расстройства, на который крепится коронофобическая концепция. Как понять ху-эс-ху? Понять очень просто. Грань проходит следующим образом. Чтобы почувствовать эту грань, я постараюсь объяснить портрет первого и второго человека. Ну вот первый человек, который имеет абсолютно здоровую тревожную составляющую. Он взволнован, он озабочен, он моет руки согласно рекомендациям и даже чуть чаще после каждого прихода с улицы, например, он использует иногда перчатки, он использует чаще санитайзеры, он использует маску, он использует дистанцированность, потому что он говорит, у нас сейчас такая ситуация. Вот эта история, она абсолютно здоровая. А человек с другой стороны, с другим бэкграундом, у него возникает очень сильное навязчивое состояние о том, что он непременно заболеет, заразит семью, все семья погибнет, он не успеет реализоваться, он обкладывается санитайзерами, он начинает перемывать руки, значит, каждые пять минут, он приобретает где-то концентрированную какую-то кислоту, сжигает себе руки, он ходит постоянно в перчатках, у него дома все разложено на стерильную зону, не стерильную зону, у него дети проходят санкредобработку на входе, в подъезд, потом они переодеваются, оставляют всю одежду в прихожей, идут в грязную зону, в грязной зоне моются, в чистую зону проходят абсолютно санированными. То есть, разница в уровне поведенческого преломления к контролю. То есть, обычный тревожный человек, он контролирует согласно рекомендациям ВОЗ, то, что я перечислил, а невротический пациент, он начинает слишком преувеличивать гиперконтроль, он начинает слишком преувеличивать вот это последствия, и его поведение явно выходит за рамки соразмерных общим рекомендациям. Поняли, да? Вот. Соответственно, я вас хочу всех поздравить, 80% из вас это люди, которые имеют нормальное, здоровое, ситуационно обусловленное беспокойство и определенно избегающие ритуалы, но они соизмеримы. То есть, если бы сейчас средство массовой информации бы ничего про это не говорило, и у вас вот вдруг было бы такое избегающее поведение, например, вы бы говорили, вы знаете, я боюсь за свое сердце, поэтому я далеко не хожу, поэтому я туда не езжу, поэтому я то-то не делаю, то-то не делаю. По факту у вас сердце по обследованию нормальное. Вот это была бы невротическая история. Все поняли разницу, что такое неврозы и что такое абсолютно нормальные вещи. Подытожим сегодняшнюю трансляцию. значит, я хочу, чтобы вы для меня, чтобы вы поняли, что, ну, кстати говоря, вот это 80% абсолютно выздоровеет, когда средства массовой информации дадут отмашку со словами «все хорошо» и вы забудете про это. Вот, подытожим. Неврозы имеют ярко выраженную поведенческую клинику, да, то есть, ярко выраженную историю про то, как вы себя ведете. Значит, чтобы вылечить невротическое расстройство, нужно прежде всего понять, что это несоизмеримая и несоразмерная реакция объективным ситуациям. Поэтому надо исследовать, надо смотреть ту несоразмерную реакцию и почему она несоразмерная. И она несоразмерна именно потому, что, как правило, такие реакции «А» попадают в сверхценные ваши уязвимости раз, и «Б» у вас уже есть такая привычка реагировать несоразмерно на типичные вещи. То есть, мы в физиологии, например, это называем стереотипное поведение, да, и вот это стереотипное поведение уже отработано настолько хорошо, что ваша преувеличенная реакция для вас абсолютно становится естественной. Вот. Все это, конечно же, корректируется, и в этом нет никакой сложности. Главная сложность по моему 11-летнему опыту это объяснить вот этим 20% что, как бы, вы преувеличиваете, давайте учиться как бы этого не делать, потому что с ними, как правило, работать очень сложно. Ну, а сейчас я готов ответить на ваши вопросы по неврозам, по дифференциальной диагностике, только, пожалуйста, не по симптомам, может быть, что-то интересное я выберу из ваших вопросов и готов на них поотвечать. 320, 330 человек у нас сегодня в трансляции, несмотря на столь поздний час, спасибо за ваше доверие. Как вам вообще лекция, разобрались ли вы, что такое невротические расстройства, да, вот я хочу, чтобы вы это хорошо для себя уяснили. А сезоны вам не могут помочь с ОКР, милая, тут вопрос не в том, что вам вообще что-то может помочь. К сожалению, понимаете, вот то, как вы формулируете, вам никто и никогда не поможет. ОКР это нормативный характер, и ОКР это определенное поведение и определенная работа. Чтобы вылечить ОКР, вам не нужно сетовать ни на сезон, ни на каких-то моих коллег. Вам надо сетовать на то, что А. Как я каждый день работаю с обсессиями, с навязчивыми мыслями, какие упражнения я применяю. Б. Как я работаю каждый день с ритуалами, какие упражнения я применяю. Сколько по времени я проработала с упражнениями. С. Как я работаю над своей невротической личностью, нормативного характера, что я для этого делаю. И вот если вы бы каждый день работали над обсессиями, над ритуалами и над нормативным характером. То есть каждый день у вас разделён на три блока работы. Над навязчивыми мыслями, над ритуалами, над нормативностью. И если бы вы каждый день делали вот эти три задачи и растянули бы эту работу как минимум на 3-4 недели, вот тогда у вас бы всё получилось. А сидеть в кинотеатре и говорить, что вам кино не помогает, но на самом деле это, к сожалению, демонстрация крайне низкого интеллекта. И с таким крайне низким интеллектом ничто не может вам помочь, потому что кино не лечит невротические расстройства. Кино не лечит ваши проблемы с нормативностью. Кино не лечит ваши привычки и поведения. Кино не лечит ваши рефлексы. Кино не лечит ваши отношения с мужем и с матерью. Кино не лечит ваши религиозные нормы и правила, понимаете? Кино не лечит всё, что связано с ОКР. Этим может заниматься только вы, потому что в кино вы увидели план действий и упражнения, потом вы вышли из этого кино, взяли и сказали, так, у меня есть три задачи. Как я работаю с обсессиями, как я работаю с ритуалами и как я работаю с нормативностями. Понедельник, утро, работа с обсессиями, то-то-то-то делаю. Понедельник, обед, работа с ритуалами, то-то-то-то делаю. Понедельник, вечер, работа с нормативностью, то-то-то-то делаю. Вторник, понедельник, утро, работа с обсессиями, то-то-то делаю Вторник, обед, работа с ритуалами, то-то-то делаю Вторник, вечер, работа с нормативностью, то-то-то делаю Среда, утро, работа с обсессиями, то-то-то делаю Среда, обед, работа с ритуалами, то-то-то делаю Среда, вечер, работа с нормативностью, то-то-то делаю Сука Четверг, утро, работа с обсессиями, то-то-то делаю Четверг, обед Работа с ритуалами Четверг, вечер Работа с нормативностью Пятница, утро Работа с обсессиями Пятница, обед Работа с ритуалами Пятница, вечер Работа с нормативностью Сука, теперь понятно Как работают с сезоном Да у Нита Ну сколько раз Вам можно рассказывать Ёбаный ты пиздец Что не лечат психотерапия Вот словами и визуалом Это план действий Ебен батон Который вы должны идти И применять Утром, в обед, сука И вечером А не смотреть, ебать Я сижу, смотрю Смотрю сезон Я смотрю сезон Он сезон, такой сезон Блядь, ну вы же не настолько тупые Понимаете Или я ошибаюсь Поэтому, чтобы Занятия вам Были эффективны Вы должны на занятиях набираться Упражнений Набираться плана действий Набираться конкретного Пошагового инструментария И, сука, идти И применять его Понедельник Вторник Среда Четверка Пятница Вот тогда У вас будет результат Это то же самое Что ты со своей жопой Приходишь в фитнес-клуб Ты весишь, сука 130 килограмм Как корова, блядь Еще пердишь Периодически С каждым Каждые 50 метров Потому что у тебя Неудержание газов, да? И ты такая Вы знаете Я пришла к вам худеть Я пришла к вам худеть Я хочу худеть Похудейте меня Я принесла вам денег Похудейте меня, пожалуйста Полностью Худейте меня Тебе говорят Слышь, чудовище, блядь Жрать меньше начни И начни делать кардио Нет Худейте меня Я принесла вам денег Худейте Я хочу похудеть И потом прошло, значит, 3 месяца Нихуя не изменилось Естественно, потому что ты никуда не ходил Ничего не делала И ты такая пишешь в интернете Вы знаете Я пришла в этот фитнес-клуб Мне не помогло Послушайте Вот И таких людей Великое количество Которые принесли свою жопу Фитнес-клуб И рассказывают Фитнес не помогает Это такая особенная Это такая особенная Ровно так же Они принесли свою жопу На какой-нибудь семинар На какой-нибудь курс На какой-нибудь тренинг И естественно Ничего не делают По плану И знаете Я смотрела Мне не помогло Ебать А что ты делала Из этого И вот здесь Очень много Открывается Правды Понимаете И что касается Любых целей И фитнес-целей И психотерапевтических целей Что вот это Вот это вот Мракобесие Беспомощности И иждивенчества В нашей стране Оно неискоренимо Я это вот для себя понял Что у нас есть Много больших плюсов В нашей нации Которые Столетиями Проявлялись Достаточно героически Но их За руку Держит Антипод Негативный Это вот это Иждивенчество Раз Это искать Виноватых Два Это Постоянно Ныть Три Это искать Какой-то Постоянной Поддержки Четыре Это постоянно Идти вопреки Системы Пять Это постоянно С надрывом Каким-то Блять Сука Русскому человеку Не живет С надрывом Постоянно нужно И вот Эти качества На мой взгляд Они очень Такие Существенно Системно Тормозящие Нашу страну И нашу нацию В целом Хотя Конечно Есть и Положительные Качества То есть Когда Возникает Какой-то Фортальный Пиздец Эта нация Вдруг включает Совершенно Свои другие Качества И героически Побеждает Всех Потому что Просто Никто Не готов На такие Подвиги Скажем так Но когда У нас Обычная Такая Жизнь Обычная То вот Эти качества Которые я Перечислил Они конечно К сожалению Не способствуют Никакому Успеху Никакому Развитию Никакому Лечению Неврозов Никакой Хорошей Личной Жизни Никакой Финансовой Личной Жизни Успешной Жизни Вот И это Печально Это Печально Конечно ВСД Проявляется Только за Неделю До цикла Так Понятно Ну это Отдельная История Что у вас ВСД Какой-то Проявляется Но если У вас Проявляется ВСД То мне Вас Очень Жаль Вот И я думаю Что было бы Неплохо Вам посмотреть Ролики На ютюбе Канал Невроза Мегаполиса Спасибо вам большое За трансляцию Вас было дохрена много 360 человек Спасибо большое Пересмотрите Эту трансляцию Мы говорили О невротических Расстройствах О том Что такое Неврозы Как они Создаются Почему они Создаются Мы говорили О том Больны ли вы Коронофобии Насколько вы Больны И не больны Я надеюсь Вам стало Сегодня Понятно Про неврозы Я надеюсь Вам стало В конце Еще мотивационно Понятно В общем Получилось Обсудить Три такие части Это Что такое Неврозы Это Что такое Коронофобия Как она Дифференцируется И это Некая Экспромт Такая Мотивационная Часть О том Если вы Хотите Что-то добиться Вам надо Очень четко Три Дня Три раза В день Ставить перед собой Определенные Задачи И Делать Это На протяжении Всей недели Тогда У вас Будет Все Получаться Если Вы Просто Читаете Книгу Или Смотрите Какой-то Какой-то Тренинг Да То Это Абсолютно Деньги На ветер Спасибо Спасибо Огромное Ваших Всех Красников Школа Эмоционального Интеллекта До свидания До встречи Субтитры Субтитры